Ребята, всем привет! С вами Николай Северидов. Это значит, что вы по-прежнему на моем канале, где мы продолжаем разговаривать про айтишечку без стереотипов. И сегодня у нас очередная часть ролика про Elasticsearch, про наш замечательный поисковый движок. У нас шестая часть. Поговорим сегодня про такую вещь, как обратные индексы и понятия маппинга. И давайте с вами вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами обсудили то, что когда документ попадает на вход Elastic, он на самом деле попадает на вход анализатора некого, в составе которого есть фильтр символов, токенайзер и некий фильтр этих самых токенов, которые выходят из токенайзера. И потом все это добро складывается в память таким образом, чтобы Elasticу потом было удобно что-то с этим делать, искать, агрегировать в зависимости от запросов своего повелителя и того, как повелитель все эти вещи настроил. Так вот. И что у нас происходит с текстом? Да, то есть мы сейчас начинаем разговор с вами про некие текстовые поля, которые смогут содержаться в нашем документе. Текст у нас разбивается на токены с помощью токенайзера. Но токен – это термин, который он применим именно для анализатора все-таки Elastic'а. А в целом общее название таких штук – это термы или terms. Общее название для таких же поисковых движков, которые выполняют те же задачи по разбиению и построению некой сущности обратный индекс, про который мы сейчас с вами начинаем разговор. Так вот. Значит, давайте с вами представим, что у нас есть три документа. Документ 1, документ 2, документ 3. И они содержат по одному единственному полю. И в каждом из этих полей у нас есть какие-то слова. То есть какое-то предложение в первом «Мама малораму», во втором документе «Я очень люблю свою семью, маму, папу и брата», и в третьем «Однажды я тоже стану папой, и у меня будет своя семья». И при этом имена этих полей текстовых у нас совпадают. То есть у нас, по сути, три документа с абсолютно одинаковой структурой и разными значениями по ключу MyTextField. И что делает Elastic? Он разбивает на термы наши документы, каждый из входящих внутри анализатора, и получает некие токены, термы, которые потом обрабатывает и складывает в память. Так вот, я предполагаю то, что... Ну, я говорю, что вот у меня будет анализатор, который что будет делать? Он будет брать, разбивать все на термы, то есть на вот эти слова, и приводить все это дело к... Ну, точнее, он будет разбивать на токены, приводить это к нижнему регистру, и вот это уже будут термы, которые будут складываться в память. При этом я еще скажу, что пускай у меня слова приводятся еще к именительному падежу, и чтобы, если это глагол, пускай это будет инфинитив. Вот такие вот я поставлю настройки у своего прекрасного анализатора. И давайте посмотрим с вами, что будет, если я попытаюсь составить некую таблицу. Смысл этой таблицы заключается в следующем. В левой колонке у меня представлены слова, то есть все множество слов, которые получаются объединением всех слов, содержащихся в моих трех документах. И напоминаю вам, что множество – это неупорядоченная коллекция элементов, которые в множестве содержатся в уникальном виде, то есть уникальных элементов. И здесь еще есть такой момент, то что я это множество, да, я его раскидал в таблицу, естественно, как только я это множество сюда раскидал, оно стало упорядоченным, потому что можно понять, что у меня на первом, что на втором месте. И я отсортировал все эти слова по алфавиту. Естественно, они у меня все приведены к, так сказать, начальной форме именительный, падеж и, значит, инфинитив. И следующие колонки у меня представляют собой документы, то есть документ 1, документ 2 и документ 3. На пересечении какого-то определенного слова и какого-то определенного документа я буду проставлять, либо не проставлять, то есть у меня будет булев-признак, присутствует ли данное слово в каком-либо виде внутри документа, либо не присутствует. И, естественно, у меня в документе 1 только мама мыла раму, мама мыть рама. Во втором документе брат, любить, мама, очень папа, своя семья, я. Ну и третий документ, я думаю, смысл вы поняли, посмотрите, сколько много слов. И вот эта структура, она как раз и называется так называемый inverted index, обратный индекс, называется так называемый, извините за каламбурчик. Вот, и теперь давайте с вами представим, что нам нужно найти все документы, внутри которых точно есть, допустим, слово «своя». И мы можем сделать это очень легко. Мы смотрим на строчку «своя». Во-первых, мы очень быстро можем отыскать это слово, потому что у нас сортировка идет по алфавиту. То есть мы берем, бьемся, допустим, в середину, ну даже элементарно, метод половинных отрезков, я бьюсь сюда, я вижу, что первое слово буква «о», я бьюсь дальше на букву «с», семья, я понимаю, что взял много, ну и вот так вот я за какое-то вменяемое количество шагов, а не вот таким тупым перебором, нахожу слово «своя». И дальше я просматриваю документы, которые у меня есть в этом inverted index. Ну, то есть признаки, да, то есть есть ли в каком-то из документов что-то. Ну, точнее, мы не будем хранить для слова «своя», значит, прям явный признак false по документу 1, мы просто будем хранить айдишники тех документов, в которых это слово хранится. И здесь будет документ 2 и документ 3, значит, соответственно, я точно, абсолютно буду возвращать его в качестве результирующей выборки, когда пользователь у меня запросит поиск по слову «своя». Соответственно, манипулировать поисковым запросом, да, вот таким вот простым, становится довольно эффективно и просто, потому что мы можем выбрать даже набор слов и сказать, а вот дай нам те, в которых одновременно и слово «своя», и слово, допустим, «я» есть. Ну, выборка будет та же самая, но и смысл будет тот же самый. Мы сначала проверяем семью, получаем документ 2, документ 3, а дальше мы говорим, что… Ну, а теперь посмотрим для «я», то есть документ 1 мы вообще не учитываем, но он и так не был бы у нас в расчете. Мы учитываем только те документы, которые есть у «я», то есть, опять же, документ 2, документ 3. Ну, если бы я взял «у», то мы бы просто пересекли множество «своя» с множеством «у», и получили бы, ну, документ 3 у нас был в результирующей выборке. Я думаю, что, в принципе, понятно, как работает inverted index, и что здесь важно знать. Теперь мы переходим к такой части, как понятие, да, и хранение вот этих всех вещей. Ребята, нужно понимать, что у нас есть память, которая тратится на наши текстовые данные. И если мы говорим про какую-то дополнительную структуру, а inverted index — это не что иное, как дополнительная структура, то она тоже будет тратить на хранение какую-то память. И каждый обратный индекс, он, во-первых, занимает место в памяти, а второе, что на каждое текстовое поле этот самый обратный индекс будет по умолчанию строиться. И если вы добавите сюда в ваши документы еще какие-то дополнительные поля, то вы получите ситуацию, в которых у вас на каждое новое текстовое поле, текстовое, обращаю ваше внимание, будет создаваться этот inverted index. И нужно помнить, что поля с другими типами данных хранятся по-другому. Например, числа, даты, геоданные хранятся в виде красно-черного дерева. Это вообще страшная вещь для многих. И я говорю это только в ключе того, чтобы вы знали, что inverted index используется именно для хранения текста, а для остальных структур мы используем другие вещи. Вот как, например, красно-черное дерево. И следующий момент. Давайте мы поговорим с вами про то, вообще, собственно, к какому типу принадлежит то ли иное поле у нас в эластике. И определяется это такой структурой, как маппинг. От слова «карта». И вы спросите, а что же такое маппинг? Ну, это вот такая вот карта-сокровищ, где есть вот такой вот крестик, где клад зарыт в виде вашего джобаффера. Ну, на самом деле нет. И что же такое этот самый маппинг? Маппинг — это описание структуры вашего документа. И до этого момента мы знакомились и пользовались только индексами с теми маппингами, которые создавались автоматически при попытке записать какой-то документ в индекс. И мы пользовались этими маппингами неявно. И с помощью маппингов мы можем указывать, какие именно данные у нас будут индексироваться, для чего это вообще нужно. А нужно это ровным счетом для того, чтобы не индексировать лишние поля. То есть, допустим, если мы говорим про текстовые поля, чтобы не строить этот обратный индекс. И здесь важно понимать, что такое вообще индекс и его понятие. Мы есть... Мы есть... В общем, для тех, кто не знает, что такое индекс, рекомендую погуглить. Это довольно несложная штука. Это штука, которая позволяет вам быстро отыскивать данные. И самый простой пример – это, например, телефонная книга. Когда вы знаете, что у вас есть определенное упорядочивание имен и фамилий в вашей телефонной книге, вот как мы рассматривали пример с упорядоченной таблицей по алфавиту, мы точно знаем, что брат будет стоять раньше, чем однажды, потому что B по алфавиту идет раньше, чем O. И если бы я хотел отыскать здесь какое-то слово, ну, например, я искал слово «своя», я мог сделать это за абсолютно конечное количество шагов. И в таком случае считается, что моя вот эта колонка безымянная, да, со словами, она проиндексирована. То есть я навесил некий индекс, при этом я потратил, разумеется, память, потому что любой индекс – это затраты на определенное хранение. Если бы я хотел хранить эти же самые данные вот с буквами еще в каком-то, так сказать, упорядоченном виде, то есть я вторую мерность ввожу для индекса, например, сказал бы, что я хочу хранить по количеству букв, то я бы построил другую таблицу. И в этой другой таблице у меня первые места занимали бы слова с наименьшим количеством букв, и дальше я это все увеличивал. То есть это другой принцип построения, точнее, индексации колонки. Но не нужно путать понятие индекса в общем смысле с понятием индекса в эластике. В эластике индекс – это такая аналогия с таблицей в реляционных базах данных. А индекс – это сущность, которая позволяет ускорить поиск именно в реляционных базах. Так что обязательно все это дело гугланите. Значит, что с маппингом? Значит, у нас есть поля в нашем индексе эластиковском, когда мы смотрим на, допустим, документ 1, у нас есть MyTextField, и я говорю, что я буду его индексировать. Вот это поле я буду индексировать. И в таком случае эластик говорит, окей, значит, по этому текстовому полю я буду делать вот этот ужас. Я буду пилить все на термы, я буду строить обратный индекс, и потом ты будешь им пользоваться для того, чтобы отыскивать, в каких документах у тебя какие слова содержатся. И бывает у нас явный маппинг, который мы сами создаем, например, при создании индекса, и бывает динамический, когда мы добавляем документ с каким-то новым полем, и эластик в этот маппинг просто берет и подсовывает то, как ему кажется будет правильным определить тип того поля, которое в него влетает. И давайте с вами перейдем уже к нашей любимой части. Это часть, связанная с троганием самой базы эластика, кодовой, так сказать, по нашим, по запросам. И давайте посмотрим на те запросы, которые я подготовил. Они все стандартные, во многом вам уже знакомы. Значит, у нас есть какой-то индекс. Давайте запросим информацию по MyShine индексу. Он еще не создан, обратите внимание. Давайте я попробую вставить какой-то документ. И у меня в этом документе будет два поля. Поле Николай, точнее поле name и поле surname, имя и фамилия. Берем и вставляем. Вставка происходит, никакой ошибки нет, потому что если индекса нету, то он создается автоматически. И давайте мы попробуем получить информацию по этому индексу с помощью GetMyShineIndex. И обратите внимание, сколько всего нам вылезло. И тут есть такое интересное поле mappings. И вот тут как раз у нас в mappings и указаны типы наших полей, которые были автоматически созданы эластиком в процессе вставки нашего нового документа. Мы видим, что есть поле name, у которого тип текст. По умолчанию, если вы закидываете строки, они будут определяться как текстовые строчки. И здесь есть fields, keyword, type, keyword. Мы поговорим о типах в следующем занятии. Сегодня самое главное понять то, что в маппингах типы выставляются автоматически, если вы до этого не задавали их каким-то образом явно. И вот у нас есть два поля, два, соответственно, типа. Для того, чтобы получить исключительно информацию по маппингу, а не целиком по индексу, мы с вами можем запросить через слэш, нижнее подчеркивание, маппинг, информацию по маппингу. Ну и, соответственно, увидеть то же самое, что мы видели в составе запроса, ответа на запрос get my shiny index. Давайте с вами попробуем теперь добавить еще один документ, где имя будет Анна, фамилия Прозорова и сити Лос-Гигантес. У нас поля сити не было до сегодняшнего момента. И, пользуясь случаем, передаю привет Анне из Лос-Гигантеса. Вот. Значит, запускаем. Видим, что у нас обработалось все отлично. Мы можем даже посмотреть на наши документы с помощью search и увидеть, что действительно у нас Николай Сверидов с двумя полями, Анна Прозорова с тремя полями. Name, surname и сити. И давайте взглянем на то, как изменился наш маппинг. Обратите внимание, здесь добавилось поле сити, и оно было воспринято как текстовое поле. Замечательно. А теперь давайте мы с вами попробуем удалить наш индекс и, ну, точнее, давайте сначала попробуем не удалять наш индекс, а удалить некий какой-то документ. Ну, давайте вот Анну удалим, попробуем из Эластик, не из Лос-Гигантеса, и посмотрим на то, поменяется ли у нас маппинг после этого. Посмотрим, случится ли это или нет. Обратите внимание, этого не случилось. То есть, даже несмотря на то, что документ мы исключили, и поле сити у нас больше ни в одном из документов нет, у нас осталась информация про это самое поле. А теперь давайте попробуем удалить целиком наш индекс с помощью команды delete. Теперь, если мы будем запрашивать информацию про индекс, у нас будет падать ошибка. И давайте попробуем создать, значит, индекс, ну, не со статическим, а с кастомным маппингом. Правильнее сказать, кастомным маппингом. И что я здесь сделаю за поля? У меня будут поля точно такие же, как и в предыдущих примерах, и я задам их точно так же, включая name и включая surname, чтобы они были такими же, как и в наш первый раз. При этом добавлю еще одно поле, рейтинг, которое будет иметь тип integer. То есть это тип числа. Запустим. И я вижу, что успех. Можем получить информацию по машине индексу и увидеть, если хотим про маппинг, у нас есть name, рейтинг и surname. Давайте попробуем с вами закинуть документ с Николаем Свиридовым, допустим. У нас все прошло отлично. У Николая Свиридова нету рейтинга, но ничего страшного. От нас этого и не требуют no SQL, так сказать, базы данных. И наш эластик. То есть у нас нет обязательных полей. И при этом в маппинге, опять же, мы видим, что рейтинг у нас действительно есть. И это число. Но в документе, который касается Николая Свиридова, у нас рейтинга нет. Давайте попробуем добавить документ с Анны и добавим сюда поле рейтинг. Но при этом рейтинг зададим как, допустим, cool. То есть это будет строковый тип. Попробуем сделать ставку. И обратите внимание, что случилось. У нас вывалилась ошибка. И нам говорят, что нельзя, нельзя. То есть мы попытались ставить тот тип, который не совпадает с типом целевого поля. Мы были безуспешны. Эластик отклонил этот запрос. Собственно говоря, задание маппинга руками. И нужно для того, чтобы контролировать типы более тонко, скажем так. Потому что это бывает очень важно в зависимости от тех задач, которые вы выполняете. Я не случайно сегодня говорил про то, что вам может не захотеться, к примеру, строить какой-то обратный индекс. Вам может не захотеться индексировать какие-то поля ровно по той причине, что вы не будете осуществлять по ним поиск. То есть у вас может быть куча текстовых полей в вашем документе. Допустим, 100. Но искать вы будете только по четырем. И мы с вами обязательно научимся задавать эти настройки. Потому что, несмотря на то, что мы здесь задали маппинг вот такой кастомный, посмотрите, что произойдет, если я здесь исправлю на число. Допустим, 1, 2, 3. В маппинге у нас сейчас до сих пор нет никакой информации про сити. И что произойдет, если я попытаюсь вставить этот документ? Он вставится. И при этом маппинг наш дополнится полем сити. С теми настройками, которые Elastic посчитал нужным сделать. И по сити теперь будет тоже строиться обратный индекс. Вот если я не буду хотеть вот этого построения обратного индекса, то я прежде чем заводить какие-то документы с новыми полями, как порядочный разработчик, я буду изменять маппинги своих индексов и даже создавать некие новые индексы, эмигрировать туда документы. Мы обязательно тоже этим займемся. Ну, пока сейчас вот говорим про то, что если у меня будет потребность не строить обратный индекс по какому-то из полей, я буду как раз указывать явно это в наших маппингах у индексов. Вот такая вот петрушечка. Ребята, на этом я думаю впору сделать паузу и маленькое домашнее задание вам. Я прошу вас создать произвольный индекс без задания маппинга, закинуть туда произвольный документ и посмотреть, как изменилась структура этого самого маппинга, то есть появился ли он или нет. Дальше закинуть туда новый документ с новыми полями и посмотреть на те изменения, которые произошли в индексе, ну, в частности, в маппинге. Дальше я хочу, чтобы вы создали еще один индекс, но уже с маппингом, который вы задали вручную, с любыми типами, которые вы можете гуглануть в документации, например, ну, или взять, как у меня, интеджер, текст, что-нибудь такое, и повторить манипуляции с документами, как в ситуации с динамическим маппингом, посмотреть, что получилось. Оставляю вам ссылку на код запросов, которые у меня использовались в уроке. Спасибо, что смотрели. Друзья, спасибо за вашу поддержку. Если кто-то хочет поддержать меня монетой, платформа Donation Alerts к вашим услугам, и у меня появился скрипт-кошелек. Если вы хотите закинуть мне какую-то копеечку, я тоже буду очень благодарен. Ваши средства пойдут на развитие канала. Спасибо, что были со мной. Учите Elastic, учите Python, любите IT-шку. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok